Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян У нас Александр Коц сейчас, а потом мы попробуем связаться с Игорем Кимаковским Да, Александр Коц, поскольку он находится где-то за Изюмом в направлении Славянска Вот, связь неустойчивая, Саша выходит с нами на связь по телефону Да, Саш, слышишь меня? Алло Да, приветствую, Дмитрий Да, вот, есть связь с Александром Коцом, прекрасно Саш, доброе утро Я так понимаю, что ты где-то в полях После Изюма на пути к Славянску Я видел твои сообщения о том, что на этом направлении включается в дело группировка, маркированная буковкой О Это некоторое свежее такое нововведение, скажем так, да? Но это вступление мое Это для нас свежее нововведение, потому что Потому что эта группировка, она оставалась как-то на периферии внимания средств массовой информации российских Не знаю, почему так вышло С группировкой Виль на киевском направлении мы работали, с группировкой З вообще на юге работают все А вот группировка О, она работала на сумском направлении, в сумской области дошли практически до Конотопа И вот ее деятельность не освещалась Границу Харьковской и бывшей Донецкой области То есть они уже зашли на... Освобождают оккупированную Украину и часть Донецкой народной республики Вот на сегодняшний день они освободили уже город Лозовое Они освободили город Редкодуб Ну, такой населенный пункт продолжают наступление Должны уже, может быть, к этому моменту взять город Рубцы И развивают наступление в сторону Лима, бывший Красный Лиман И в сторону Ямполя Я бы сказал, что сейчас российские войска Ну, почти точь-в-точь воспроизводят действия украинских войск в 2014 году Когда из Красного Лимана и из Ямполя выбивались гарнизоны ополчения Тогда у которых не было ни тяжелого вооружения, ни беспилотников Ни каких-то других современных средств ведения огня Вот сегодня российская армия выбивает также украинские войска оттуда Постепенно сжимая кольцо вокруг Славянско-Краматорской агломерации Соответственно, с Востока будет подходить эта группировка О Ну, а мы будем вот поджимать с северо-запада Я вчера, Саша, видел по вашему направлению северо-западному Да, то есть, которая прямо от изюма идет до водохранилища этого большого Что до дороги, которая соединяет Славянск с Днепропетровской областью До дороги нашим оставалось, чтобы ее перерезать, порядка 5 километров Насколько эти данные соответствуют реальности? Потому что понятно, что здесь мы смотрим только на публикации карт в телеграм-каналах И на сообщения официальной Министерства обороны Но вчера вечером в сообщении Министерства обороны этого еще не было Ну, действительно, недалеко остается до этой трассы Но надо понимать, что идут тяжелые бои по направлению юга И здесь некоторые населенные пункты берутся по нескольку дней А то и больше недели Вот, например, у нас остался последний населенный пункт на границе Харьковской и Донецкой области Долгонькая, его уже мутузят уже больше недели Там для обороны украинцев очень удобный рельеф местности Господствующие высоты и лесная посадка Где оборудованы там и бетонные укрепления То есть все это очень тяжело выбивается Очень сильно упираются вооруженные силы Украины И националистические батальоны Они не отходят назад, пока там не подготовлен следующий эшелон обороны Поэтому, конечно, тяжело продвигаемся Но с потерями, но тем не менее двигаемся вперед Вот после того, как будет зачищена эта сила Долгонькая Наша группировка уже войдет в Донецкую область И, соответственно, можно уже будет вести речь о перерезании трассы Ведущей в Днепропетровскую область Ну и расширяется плавздарм Вдоль трассы Харьков-Славянск Расширяется и на восток, и на запад Чтобы обезопасить передвижение по этим дорогам Кстати, из Харьковской области уже пробили дорогу до Луганска Есть трасса, по которой сегодня можно оттуда доехать Прямо до Изюма То есть местные жители, например, здесь большая нехватка топлива За бензином могут ездить в Луганск И в Россию, и в Луганск Александр Коц был с нами на связи Саша, спасибо большое Я понимаю все трудности установления связи оттуда Прямо с передовой, прямо с линии фронта Александр Коц с последними сообщениями С направления Изюм-Славянск Где действует группировка В И также восточнее этой группировки Тоже с севера на Донецкую область Наступает группировка О Наши корреспонденты Александр Коц Евгений Поддубный Работают на этом направлении И все новости и сообщения мы получаем от них Спасибо вам большое А сейчас вот в нашем обзоре В общем-то фронтовых дел Мы перенесемся прямо на юг До Донецка и Мариуполя У нас на связи должен быть Игорь Кимаковский Игорь, доброе утро, здравствуйте Доброе утро Я знаю, что вы вернулись Вчера были, да, в Мариуполе Какая обстановка там сейчас И вокруг Азовстали И по отношению к гражданским людям Какая гуманитарная обстановка То есть вот два вопроса фактически Ну, я вернулся вчера буквально в 23.30 из Мариуполя И в течение дня обеспечивал безопасность И сопровождал наших сербских коллег-журналистов По Мариуполю Которые хотели как раз оценить гуманитарную обстановку И мы были свидетелем достаточно многих интересных событий За один день на территории Мариуполя Потому что были фактически с утра И до позднего вечера Ну, то есть вот тем, что я говорю, что были до позднего вечера Это говорит о том, что в городе уже достаточно безопасно Понятно, у меня там есть определенный статус Я могу перемещаться после комендантского часа Но то есть даже перемещаться после комендантского часа В определенное время было достаточно сложно Вчера это было достаточно легко сделать Я из города выехал в 22 часа только из Мариуполя И мы с нашими сербскими коллегами Были в районе морпорта буквально вечером Где-то в районе 20 часов То есть это тоже говорит о том, что там достаточно спокойно И мы встречали только два патруля Которые, естественно, проверили у нас документы И, ну, выполняя свою работу А так вообще ситуация очень интересная И очень контрастная Вчера тысячи людей Я бы, может, сказал даже десятки тысяч людей Вышли на улицы в праздничных одеждах И были в храмах, во всех храмах Мариуполя И без ближайших населенных пунктов Освещали куличи Общались между собой Общались с батюшками И это тоже как бы сигнализирует о том, что на территорию Мариуполя приходит мир И таких свидетельств много Я вот отослал вашим коллегам Видеокадры из одного из храмов А таких храмов мы вчера отсняли не менее пяти С нашими коллегами Но тут же контраст Рядом с заводом Азовсталь еще достаточно горячо И продолжается операция по принуждению Засевших там террористов К миру В буквальном смысле этого слова То есть работает авиация Работает артиллерия Но она работает уже не в черте населенного пункта А непосредственно на территории Самого завода Завод оцеплен внутренними войсками По кольцу достаточно плотно Я общался вчера с офицерами нескольких подразделений И говорят, что сейчас из завода Фактически ни одна мышь не выпрыгнет Почему? Потому что Известны уже пункты выхода Когда из Азовстали Которыми пользовались террористы Для совершения террористических актов На территории Мариуполя То есть блокада идет достаточно серьезная Никто не применяет лобовых штурмов И так далее То есть идет операция По принуждению Скажем так По принуждению С помощью тяжелого вооружения Этих людей К сдаче Как это будет выглядеть Сложно сказать Но тем не менее Такая операция ведется И ведется достаточно успешно А так вот по городу Возникают уже блошинные рынки Улицы уже можно было Если, ну например там Каждый день в Мариуполе Я пробивал колеса А иногда и по два колеса в день То вот вчера я проезжал По большому количеству улиц Потому что были еще задачи по эвакуации Из России родственники просили Найти людей и эвакуировать Из Мариуполя Кстати, одна родственница отказалась Сказала, что в принципе спокойно Я не поеду И передала привет Своим родственникам в Россию Это вот как раз подчеркивает то Что Мариуполь это русский город Который тысячами связей Связан с Российской Федерацией Он был всегда связан И будет всегда связан Такими вот крепкими Русскими настоящими узами Ну вот наши Наши зрители могут смотреть видео Которое нам Игорь переслал Вот мы его показываем Люди Вчера на праздновании Воскресения Христова Понятно, что люди пережили Очень тяжелое время В своей жизни Может быть самое тяжелое Но тем не менее Все-таки радостное настроение На лицах людей Заметно Заметно Да, да И мы Вчера многие И депутаты народного Собрания были в Мариуполе И позавчера были Привозили тысячи пасочек Чтобы люди могли почувствовать праздники Вот действительно Вчера в Мариуполе С учетом вот этих всех дней Тяжелых Вот я реально почувствовал Вот настоящий праздник Вот объединяющий праздник Всех нас Именно вот православных Людей И это было конечно Вот очень Такое знаете Вот очень контрастное Незабываемое Вот я был в этом храме Это храм который находится Вот который вы сейчас показываете Это храм который находится Рядом с заводом Азовмаш И с комбинатом имени Ильича Вот буквально в нескольких кварталах А Азовсталь находится чуть дальше Но тем не менее Разрывы были слышны И того что там происходит Но тем не менее Вот эта вот радость И вот эта соборность Наша вот именно Вот православная соборность Она вчера настолько чувствовалась В Мариуполе Что было очень приятно Вот это констатировать И на улицах уже появляются Блошинные рынки Улицы убираются То есть уже можно проезжать Вот я еще повторюсь Вчера проезжал по Большому количеству улиц И не пробил даже колеса И это делают жители То есть это сами жители Уже самоорганизуются И начинают работать Уже начинает работать На территории Мариуполя Государственная власть Я уже не говорю о том Что открываются дополнительные Пункты выдачи гуманитарной помощи Которые оказывают Широкий спектр услуг Населению Но и на более эффективном уровне Начинают функционировать больницы Запущена уже школа И завозятся учебники Из Российской Федерации Глава Донецкой Народной Республики Посещает город Очень часто с рабочими визитами Именно с рабочими визитами То есть он не приезжает там Что-то осмотреть А вот именно конкретно Решает проблемы Иногда даже вот до мелочей Что мне вот как его советнику Очень приятно видеть Что там А сколько литров масла необходимо А сколько ГСМ на сутки Необходимо для функционирования больницы То есть вот такие вот мелкие вещи Показывают о том Что все Кто сегодня Направлен на то Чтобы обеспечивать В Мариуполе мирную жизнь Досконально разбирается в том Что там происходит И досконально разбирается Что необходимо городу Для того чтобы город Начал функционировать И вот мирная жизнь Семимильными шагами Заходила в этот город Игорь Вы находитесь в Донецке Какова обстановка На других направлениях Ну прежде всего Там на направлении Марьинки Пески Авдеевка И что с продолжением Обстрелов со стороны ВСУ Гражданских кварталов Ясиноватой Горловки И Донецк Ну я Да Хорошо что вы задали Этот вопрос Потому что я когда вернулся Вчера вечером домой И пока Ну там Занимался Какими-то домашними делами То было достаточно громко То есть кварталы То есть Донецк Продолжают Обстреливать Именно из дальнобольной Из галбичной артиллерии То есть Которая Имеет достаточно большой Радиус действия Но есть и положительный момент Если раньше По трассе Мариуполь Донецк Можно было ездить Только военным То сейчас Можно уже Свободно перемещаться И гражданским лицам Это тоже говорит о том Что Вот Серьезно Отодвинуто То есть Уже такого Серьезного риска Обстрела Из Дальнобольной Артиллерии Участка Дороги От Бугаза До Еленовки Уже Не существует То есть Это в районе Новотроицка То есть Это говорит о том Что мы Их там Очень здорово Потеснили И сумели подавить Артиллерию Если вот Брать в районе Маринки Ну достаточно сложно Вы Не представляете Вот я был уже В бункерах Которые они Все эти восемь лет Лили Да То есть Это не линиям Энергеям А то есть Это очень серьезное Фортификационное Сооружение Которые Очень сильно Углублены Они имеют Очень серьезную Натовскую Начинку Это и системы Слежения Это системы Арткорректировки Системы разведки Которые они Используют То есть Все натовское Даже вот вчера Мы Что называется Вот я возил Северских журналистов Да Мы На пути От Донецка До Мариуполя Везде натыкались На тубы От Энлова И на тубы От Других Зарубежных Всяческих Интересных штук С помощью которых Они Пробуют сражаться С нашей бронетехникой То есть Обстановка Очень сложная Потому что Вы же Мы же с вами Земляки И понимаем Сколько За эти восемь лет Они Укреплялись Здесь И поэтому Я считаю Что эти позиции Вот так вот В лоб штурмовать Нельзя И это Я так понимаю Понимает И наше Военно-политическое Руководство Здесь в Донецке Что Задача Не Закончить Эту операцию Какой-то дате Да А чтобы Эффективно Закончить Операцию При этом Чтобы мы Понесли Минимальные Человеческие Потери Потому что Вы понимаете Да То есть Что на Донбассе Мужские руки Они Всегда Востребованы Потому что Донбасс Он всегда Кормил Украину И надеюсь Сейчас После восстановления Донецкой Народной Республики В наших Конституционных Границах Все интеграционные Цепочки Которые 8 лет Разрушались Будут настраиваться На новый лад И будут нужны Мужские руки И Столивары И Шахтеры И промышленники Ребята Которые Которые Смогут Это все Да Ну вот Из того Что вы сказали Вот это Любопытно Я хочу Чтобы наши Слушатели И зрители Тоже это Поняли Потому что Я даже Своим товарищем Которые Там на передке Вот под Горловкой Верхнеторецкая На других Направлениях И вот я От них Получаю Информацию Что вот Эти вот Бункера Да Или залитые Бетонным Укрепления Это Даже не то Что мы Можем себе Представить Что это Там Ну Блиндаж Или какой-то Значит Там Дот Дзот Ну Что-то еще Нет Это очень Заглубленные Оборудованные Инженерно Да С тем Что там Электрифицированные Механически Поднимаются На платформах Оружие Пулеметы Находясь На глубине Там Нескольких Метров Оператор Может вести Огонь Из Ствольных Ствольного Оружия Которое Расположено Так сказать На самом Верху Этого Укрепления То есть Это не просто Окопы И Бетонные Цитадели Какие-то Да Это серьезные Инженерные Еще раз Повторю Инженерно-технические Сооружения Которые Позволяют Вести Автоматический Огонь Артиллерийский И пулеметный Находясь При этом Глубоко И достаточно Далеко От собственно Самого оружия Которое Выполняет Эту задачу Вот я хотел бы И вы это Подтверждаете Тоже параллельно Я хотел бы Чтобы наши Зрители И слушатели Это Понимали Да И вот это В Маринке Особенно Было видно Вы правильно Говорите Что оптические Приборы Выходят Прямо из бункера Наверх Проводят Какую-то Свою работу А после этого Наши позиции Начинают Накрывать Артиллерия И я так понимаю Что эти системы Они все Увязаны В том числе И с американской Группировкой Разведывательных Спутников Которые летают Над земным Шариком Почему Потому что В светлое время Суток Их артиллерия Работает Достаточно Серьезно То есть Пробуя накрывать Наши позиции Но что я хотел бы Еще интересный факт Который Подтвердил бы Знаете Вот это Низкое Низкое качество Людей В рамках Их То есть Ну как бы Низкое качество Их военных Ведь вокруг Мариуполя Они бросили Все свои Фортификационные Время К сожалению Нам нужно Уйти Спасибо Игорь Очень Заграждательный Интересный Разоговор Спасибо Вам большое Формула Смысла С Дмитрием Куликовым И Ольгой Подолян Тимофей Вот Наверное Как всегда Давай так Традиционно Что бы ты посчитал Самым важным Отметить За прошедшую неделю И может быть Выделить Какое-то Направление Ну и социального И психологического И мыслительного Напряжения Которое С твоей точки зрения За эту неделю Ну и в целом За ход Военной Специальной Операции Оформилось Тебе слово Давай поговорим Вот о какой Подумаем Точнее Подумаем Ну думать Не разговаривая Невозможно Потому что Все-таки Основная функция Речи Это обеспечение Нашего мышления Значит Вот о чем Нужно подумать И поговорить Ну есть Вот такой фактор Его все время Называют Фактором Информационной войны Причем В очень определенном Залоге Я все время Слышу Особенно С самой Патриотической Стороны Аудитории Ну вопли Это можно сказать Вопли Мы проигрываем Причитание Плач Такой Своего рода Мы проигрываем Информационную войну И вот тут Надо разобраться А что Собственно говоря Происходит И почему Откуда эти вопли Раздаются Почему они вызваны Ну Ну Давай всерьез Отнесемся К термину Информационная война Вот когда Ее Мы выиграем Тогда Когда Технические Средства Вещания Информационного На Украинской Территории Окажутся Под контролем Российской Федерации Или по крайней мере Это пространство Будет открыто Для свободного Вещания Наших Информационных Средств Без каких-либо Ограничений Ну по идее При провозглашаемой Свободе И демократии Так должно быть Без всяких Специальных усилий Но однако Мы наблюдаем Прямо обратный Это пространство Полностью закрыто Для нашего Вещания Ну вот Собственно говоря О чем речь идет Собственно Когда мы говорим Об информационной Вне То же самое касается Западного Западной территории Или территории США Или Европы Но мы тогда Там выиграем Информационную войну Когда откроем Это пространство Для своего Вещания Без каких-либо Ограничений Это собственно все Что нужно знать Про информацию Потому что информация Это техническое средство Передача сообщений Передача смысла Ну и технические средства Передачи самой информации Начиная от кабелей Спутников И кончая Радиопередатчиками А маршрутизаторами И всем прочим Хозяйством Довольно странно Слышать Что мы Проигрываем Информационную войну На Западе Когда Наше вещание Там просто вырезали Топором вырубили Ну а что Они должны были сделать А на что Мы собственно говоря Должны были рассчитывать Ну конечно В условиях обострения И перехода К силовой фазе Противостояния С Западом Они и должны были Это сделать Они и сделали Вот собственно и все Но мы с тобой Уже обсуждали Не один раз Что За вот этим Мифом Об информационной Которая проиграна За ним стоит Во первых Сначала Ну некоторая такая Асимметрия Лжи и истины Да или правды Правда Это наше стремление Честное И бескорыстное К истине Да Они не совпадают Но Мы же знаем Когда Мы лжем Или кто-то лжет Потому что Ложь это Сознательное Искажение Правды И отказ От стремления К истине Так вот это Асимметричное Отношение То есть С ложью Когда нас Призывают Воевать С ложью Это значит Нам предлагают Тоже лгать Потому что Правда Она ни с кем Не воюет Она Самодостаточна Чего ей воевать Правду Надо знать И По возможности Сообщать другим А уж как Они с ней Обойдутся Это их дело Вот Но есть еще один Есть еще один Слой Более глубинный Который стоит За вот этим Противостоянием И наверное Правильно было бы Говорить о психологической Борьбе Или о психологической Войне Кстати как о ней Всегда и говорили Не об информационной Потому что Вот этот термин Информационный Он скрывает Всю суть дела А ведь Западные Средства Этого противостояния Которые развивались Начиная Ну с самого Окончания Второй мировой войны И так Они это в Англии Начали развивать Объединив усилия Бюро военной пропаганды И психиатрической Клиники Да Вот надо просто понимать Как это устроено На чем строится Каков инструментарий Психологической Войны Он вот такой Он к информации Вообще никакого отношения Не имеет Он Направлен На слабые места Нашей психики И их эксплуатирует И вот Надо понимать Что за всей этой Темой Про Информационную А на самом деле Психологическую Войну Стоит Роза страхи Страхи Потому что Информация Это лживая Ложная информация Это всего лишь средство Причем одно из средств А цель Какова А цель Вызвать Вызвать у нас Испуг Вызвать страх И не только у нас Потому что Ну вот давай Начнем с того А как это все Разворачивалось На материале Ну вот Неконституционный Незаконный Украинский режим Который отказался Вообще От права И от морали В 2014 году Это уже было сделано Не теоретически А практически Но они до этого Всячески Провозглашали Что это нужно сделать И сделали Наконец Ну а на чем Он может держаться Кроме страха Ну потому что Вообще-то И мораль И право Защищают людей В массе своей И если ты Эту защиту снял То единственное Так сказать Состояние Которое возможно Для массовой психики Это страх Более или менее Разнообразный Вот А основные средства Правления Это средства Генерации этого страха И управления Этим страхом Вот они Собственно говоря И начали это делать И Ну Нацистская Так сказать Техника Технология А они Политическая Она нужна Для того Чтобы генерировать Этот страх И управлять Вот Ну это Так сказать Вот наши Соседи Да так В этом Животном Я бы сказал Состоянии Страх Вот Но Напугали Европейцев Их продолжают Пугать Это тоже Давняя традиция Еще с конца Второй мировой войны Начавшаяся Вот Надо пугать Русскими Русские придут А что будет Если они придут Они же уже вроде Один раз приходили И что там такое было Да ничего такого особенного Не было Вот Ну вот Будет обязательно Вот я уже Не один раз Слышал от разных Людей Из западной Аудитории Которые вот так В доверительных Разговорах Говорят Ну А что же мы А я Путин Ракету кинет Вот это буквально Такая формулировка Путин кинет Ракету Зачем это нужно Путину Какую ракету Он кинет Куда В кого Ну он обязательно Кинет Значит Жители там Нашей совсем уж Определенной страны Обыватели Они вообще живут В конкретном ожидании Российского вторжения Особо не задавая себе вопрос А А зачем нам туда Вторгаться Что нам от них Надо-то От этой территории Вот Ну им раздает Методички при этом Все возможные А что делать Когда придут русские Когда Путин вторгнется Что делать Как себя вести Куда бежать Какие отряды Вступать Вот Где оружие брать Или не брать Наоборот Вот Вот это И они В отпуск не едут Представляешь Сдают путевки Люди Я сейчас говорю Про тех Кого я знаю лично Или про их Ближайших знакомых С приговорами Они когда спрашивают А что вы Едите в отпуск К себе Спокойно А завтра Война будет А что тогда А я в отпуске Окажусь Ну и что Так может Тебе лучше будет Что в отпуске Окажется Нет Я не могу Вот Это вот такая Обстановка Ну и вообще Будет заядерный конфликт Мы же к нему Должны готовиться А к нему же подготовиться Нельзя Ну как можно К ядерному конфликту Подготовиться Вот Надо бояться Вот этот страх Он действительно Лишает рассудка Даже не разума Уже А рассудка То есть элементарных Способностей Ну включая Так сказать Владение Основными Чистерными Арифметическими Операциями Вот Сложение Умножение Деление Вычитания Вот Они уже не могут Свой бюджет свести Самый простой Да Вот Мы в результате Наблюдаем Экономические последствия Которые там разворачиваются А они от того Что забыли Четыре арифметических действия Как производить Это же речь Не о высокой науке идет Не о математическом анализе В его экономическом приложении Да А о простых вещах О сведении Балансов Бюджетов И вот Оказывается Отказывает Рассудок Отказывает На этом уровне Это страх И он нужен Для того Чтобы управлять И манипулировать Вот этими Евродемократиями Потому что Они представляют У себя политические Системы По манипуляции Людми Вот Но и Дело в том Что и у нас тоже Это все Имеет место Вот У нас есть Во-первых Целая Отдельная Такая Страта Группа Четко выделенная Общественная Которая Испугалась Просто До чертика Непонятно Чего Правда Они не могут Никто из них Не может Объяснить Чего они Испугались Но это Это характеристика Глубинной структуры Страха Ведь Страх и построен На том Что ты не знаешь Чего ты боишься В конечном Тащете Как только Как только ты Начинаешь Понимать В чем Собственно Состоит Угроза От кого Или от чего Она исходит Страх Начинает Уходить Ну Другие Эмоции Появляются Но уже Не страх Вот Вот они Рванули Так Из России Что только Пыль Значит За ними Взвелась И А чего Куда они Рванули Ну куда Глаза Глядят Кто-то Готовился Правда Раньше Еще боялся А кто-то Никак не готовился И вот Теперь они Мучаются Там И мучаются Очень любопытно Вот Показали Вчера По-моему Или позавчера Интервью Чулпан Хаматова Есть такая Актриса Среднего уровня Вот Значит Которую Мы же Сами Породили Включив Ее В соответствующие Политические Технологии Предвыборные Ну точнее Не как актрису А как Персонажа Вот этого Общественно-политического Театра Потому что Работая Она просто По специальности Так может Ничего бы и не было Вот И вот она Значит Она удивляется Ну как же так Я же сказала Что я против Войны Путина и России Я же сказала А ей говорят Так подожди Что значит Ты сказала Ты думаешь От тебя нужна Какая-то позиция Да мы знаем Что у тебя Никакой позиции нет Ты работать Должна Дорогая Каждый день Божий Все это повторять И выступать И выступать И выступать И она не понимает Почему она должна Это делать Ну как Почему Вот она Она не понимала Что она делала Так это большинство Из них Так Но Понимаешь как Но дело в том Что от тех Кто оставил Подавляющую Большинство Населения России Никуда не побежала И в голову Ему это не приходит Слава Богу А ну что Свободна от этого От этого Вируса Страха Нет Не свободна И он действует Очень Любопытным образом Вот Причем И все Граждане Являются целью Для этой Агрессии Страха Это собственно говоря Главное Оружие против Нас Потому что На поле боя Там не очень все Вытанцуются А вот тут вот Тут вот В общем иногда И достают Потому что Вот смотри Чего нам предлагают Бояться Не ищите логики В этом Потому что Это же А логичное состояние Напоминаю Оно и предназначено Для разрушения Элементарных Структур рассудка В частности Самой простой логики И самых простых Арифметических действий Способности к ним Вот Что Россия рухнет С другой стороны Что нет Она точно не рухнет А значит Превратится Опять В какую-то тюрьму Вот Расстреливать будут Будут репрессии Лучше бы она рухнула О ужас Она рухнет Это вот один круг Вот другой Всех погонят на фронт Нет На фронт никто не пойдет И поэтому Нас победят Ну вот Да это одновременно Две параллельные Одновременно Не пересекающиеся А они не пересекаются Да Вот Что еще Что не будет гречки Нет Гречка будет Ее будет завалить Но 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 Из-за этого Не будет автомобилей На чем же мы будем ездить Будем жить Как на Кубе Вот Что еще Операция закончится Слишком быстро Всех Кого надо Перебить Не успеют Нет Она будет Бесконечно Продолжаться Очень долго И никогда Не закончится Ну Казалось бы Это Не все Есть гораздо более Такие Знаешь Неприятные вещи В верхах Опять предательство Нас опять Предадут Вот потому И спецоперация Что это И есть договоренность Ну Это же Мы себя Сами Ограничиваем В применении Средств Да Когда Уже Начнется Настоящая Война То есть Без Каких-либо Ограничений Когда мы Будем Крушить Все направо И налево Ой Ударили По нашей Нефтебазе Подождите Так все-таки Пускай будет Уже наконец Настоящая война Тогда извините По нам Тоже будут удары Куда более Так сказать Массовые Так О чем Все это говорит Вот А ну да Командование Не умеет Воевать Ой Не умеет Оно воевать Правда Южную Украину Все уже Почти Заняли А что Надо было Делать Ну как Надо было Как Вот по Донецку Все еще Стреляют Ну надо было Там и наступать Ну ты вот Только что Рассказывал Чего там Нагородили За это время Да Ну конечно Прямо Надо было На это На все и лезть К этому Вообще Можно зайти Только с тыла Так а как К этому с тыла Зайти Это путь Длинный Правильно Путь длинный Вот Вот с чем мы имеем дело Ну вот страх Это Вот это все страх Это все проявление страх Это вот Вопли Которые Значит Ой-ой-ой Они же это вопли кого Того кто Ни при чем И вообще Ничем не занят У которого Тех у кого нет Своего участка За который он отвечает В этой ситуации Поэтому есть Большое желание Обсуждать Других Что они делают Вот Но прежде всего Страх это желание И надежда Избежать опасности Как бы Представь себе Что ее нет Отсюда же и рождается Это главное Что есть страхи Что мы не знаем Чего мы боимся Ну потому что мы Когда мы боимся Мы вытесняем Сам предмет Из своего сознания Ну вот это еще Это еще Так В медицине Это называется Анозагнозией Страхом диагноза Боязнь Узнать Что ты болен Чем конкретно Ты болен Нет Я лучше не буду Этого узнавать К врачам не пойду Таблетки пить не буду Ну так тогда Можно конечно И так Но тогда И потом Не жалуйся Что можно было Вылечиться А ты не вылечиться Вот это вот Есть Страх Это тоска По такому Комфорту Мнимой безопасности Потому что Никакой безопасности В мире не существует И Ну Когда мы говорим О безопасности Предметно Это означает Противостояние Опасности Конкретное Противостояние Конкретной опасности Оно либо Практически Достаточно Либо нет А страшнее всего А ну да И вот К чему еще Собственно Страх-то располагает Он к самообману Очень хорошо Располагает Мы должны Мы должны же бояться Правды Она же Самая страшная Но верно и обратно Принятие Правды Освобождает От страх Ну Когда ты знаешь Что тебе угрожает А что Нам угрожает И кстати Не надо Опровергать Никакую ложь Она сама Отпадает Отваливается Потому что Это же просто Маскировка Вот В чем Правда заключается Которую Желательно знать У нас есть враг Этот враг Нас не пощадит Он нас собирается Ликвидировать Как страну Как государство Как народ И просто Как конкретных людей И вот Чтобы с нами Случилось то Что случилось С Югославией А они бы Москву бомбили И Ленинград Я специально так говорю Ленинград бомбили И Москву Как Белград А как комфортно Было думать Что это наш друг На самом деле Заботливый Умный Богатый Сильный Справедливый А вот жители Украины До сих пор Так думают Вот к чему Это их привело Кого они боятся Что Запад Наш друг Запад Наш друг Да Да Заботливый Заботливый И умный Да И щедрый И щедрый Щедрый Он по головке Погладит Соску с теплым Молоком Даст К себе Возьмет Страшно Знать Может быть Что это не так Но надо знать Что это враг И в этом смысле Ну если мы До этого Как-то это Предполагать Должны были Теоретически То сейчас мы Практически это знаем Маски-то все сброшены В этом смысле Легче Вот И второе А нет Больше никакой Европейской Цивилизации Вот кроме нас Кроме русской версии Ну или восточной Ветви Как раньше Назовали Вот И учиться не у кого И подражать некому На себя только Можно рассчитывать Страшно Ну а чего страшно Это так всегда и было Мы же когда Заимствовали Что нормально Потому что Это нормальный Культурный процесс Цивилизационный Обмен Культурный Вообще Цивилизация Это способность Заимствовать Культурные элементы Но заимствуют Именно элементы Никто никогда Не копирует Все целое Ну вот Как римское право Римляне Недавно умерли Да А Европейцы Потратили Тысячу лет На то Чтобы именно это Заимствовать Из Рима По большому счету И только это И до сих пор Не справились Да Вот и мы точно так же Мы заимствовали Даже когда мы Коммунизм Заимствовали Мы его заимствовали Как элемент Не говоря уже о том Что реализован То он не был Мы его реализовали Нет Но мы заимствовали Идею коммунизма Идею коммунизма Идею Да Идею Конечно А мы Мы должны Прерваться На секунды Буквально Радиостанция Вести ФМ Уходит на новость Начало Сейчас Формула Смысла С Дмитрием Куликовым И Ольгой Подолян С Дмитрием С Дмитрием